У нас второй блок. В гостях директор издательства «Слово» Виталий Григорьев. Здравствуйте, Виталий Михайлович. Здравствуйте. Саратовский СМИ в последнее время поднимает очень много шума по поводу реорганизации «Слова». Давайте будем с вами разбираться. Для начала, собственно, чем занимается издательство «Слова»? Ну, деятельность издательства «Слова» достаточно диверсифицирована. И издательство «Слова» занимается, прежде всего, основной блок, безусловно. Это был выпуск газетной продукции. Кроме этого, это выпуск других видов полиграфических услуг. Листовой офсет, так называемый. Это печать и тикетки, флексография. Ну и оказание услуг рекламного характера. Сейчас у издательства, насколько я знаю, некоторые проблемы, связанные с кризисом. В чем они заключаются? Я бы не согласился, что это проблемы, которые есть у издательства. Это проблемы, прежде всего, отраслевые. Полиграфия сама по себе – отрасль, где нормой считается достаточно невысокая рентабельность. 5% рентабельности полиграфического производства – это уже считается достаточно хорошо. Кроме этого, полиграфия есть другая особенность. Полиграфический бизнес – это долгий бизнес. Это не быстрые деньги. Это деньги, которые вкладываются как минимум на месяцы, а в лучшем случае на годы. То есть, если мы заключаем договор на печать газеты, то этот договор заключается не на разовый выпуск, а, к примеру, на год. Годовой договор, полугодовой договор. В связи с этим, плата за печать газеты осуществляется не за каждый номер, а в установленном порядке, допустим, раз в месяц, по итогам месяца. Соответственно, получается, что вдобавок к тому, что невысокая рентабельность, в газетном бизнесе отсроченные платежи идут. То есть, получается, что мы сначала кредитуем своего клиента, а потом с него получаем эти деньги. И таким образом этот бизнес выстроен. Конечно, бывают случаи, когда печать идет по предоплате, когда печать идет на каких-то других условиях, но это связано, прежде всего, или с разовыми какими-то акциями, или с ненадежными клиентами. И в этих условиях очень важно тот ресурс, тот запас прочности, который есть у предприятия, оказывающего эти услуги. В результате кризиса сложилась такая ситуация. Вот чтобы было понятно, к примеру, овсетные пластины в России не производятся. Они производятся только за рубежом. Они бывают европейского производства, бывают китайского производства, бывают бразильского производства. Российских нет. Соответственно, торгуются они на доллары или на евро. И стоимость одного квадратного метра этой пластины овсетной составляет от 8 до 9 евро за квадратный метр. По ценам, которые были до кризиса, это порядка 350 рублей за квадратный метр. По ценам, которые стали на сегодняшний день, вот при том, что курс немножко стабилизировался, цена составляет порядка 580-600 рублей. То есть почти в два раза. Почти в два раза. Ну, не в два раза, на 70% подорожание. В абсолютных цифрах для работы издательства это выражается, к примеру, если в доперестроечное время, в месяц, я должен был заплатить порядка 350-400 тысяч рублей за покупку овсетных пластин, то сейчас за покупку этих овсетных пластин я должен заплатить 580-650 тысяч. В зависимости от поставщика, в зависимости от партии, в зависимости от расхода. Таким образом, абсолютная величина возросла где-то порядка на 250-300 тысяч в месяц. Только по одной этой позиции. Кроме этой позиции существует такая существенная статья расходов, допустим, типографская краска, которая в России тоже практически не делается. Почему практически? Был один завод в городе Торжке. В настоящий момент он переживает экономические трудности и не в состоянии отгружать продукцию. Краска, которая производится, она или немецкого, или швейцарского, или норвежского происхождения, в лучшем случае корейского. Соответственно, там вот это вот дельта изменения составила порядка 50%. И если, условно говоря, в месяц на газетном производстве до кризиса издательство могло получить прибыль порядка 100-150 тысяч в месяц общей прибыли, то в сегодняшний момент при тех же объемах, при тех же условиях это вытекает, что предприятие получает убыток порядка 400-500 тысяч только на основных материалах. Потому что мы еще не считали с вами бумагу, которая подорожала в начале года на 15%, сейчас опять объявлено подорожание газетной бумаги еще на 15%. В этом случае, поэтому мы и говорим о том, что отрасль, которая и до этого работала на низком уровне рентабельности, в настоящий момент стала приносить, при сегодняшних условиях, стала приносить убыток. Тогда спрошу вообще про печатный бизнес, про газеты давайте поговорим, потому что у нас не так давно закрылась газета «Репортер» в Саратуске. Она у вас печаталась или нет? Нет. Не у вас. Федеральная новая газета, вот вчера объявили, что она скорее всего уйдет в интернет. Как на ваш взгляд вообще газеты, они в итоге уйдут все в интернет или что-то останется? Будущее за интернетом, за газетами, за журналами. Я не ораку, гадать я не буду. Я не верю в то, что все газеты уйдут в интернет. Я все-таки уверен, что есть очень много людей и очень долго будет еще много людей, которые предпочтут держать бумажную газету, а не читать ее электронную версию. Я могу сказать по своим наблюдениям. За, скажем так, последние три года тиражи газет уменьшаются. У нас, если мы немножко вернемся к цифрам, совокупная подписка, только подписной тираж без розницы, если пять лет назад он составлял, к примеру, порядка 900 тысяч экземпляров на область, да, разовый подписной тираж, то подписной тираж сегодняшний, он как минимум в два раза ниже. И здесь причина прежде всего это удорожание подписки, это раз. С другой стороны, вот многие газеты, они в настоящий момент снижают свою тиражность, уменьшают полосность, переходят на другие цветовые решения. Те газеты, которые печатались в полном цвете, они переходят на печать 4 плюс 1, на 1 плюс 1 или уменьшают свою полосность. То есть, если страничку газеты было 8, становится 4 странички. Это делается с целью оптимизации, с целью снижения затрат. Многие газеты печатались на 84 формате, то есть, это развернутый формат, широкая газета. Сейчас они переходят сначала на 80 формат, потом стали переходить на 70 формат, так называемый B4. Уже есть газеты, которые заказывают спецформаты, допустим, на 62 формате идут. Ну, то есть, газеты тоже со своей стороны пытаются оптимизировать свои затраты. И в конечном счете, конечно, страдает потребитель в конечное звено. К нам пришел вопрос в студию. Сейчас я его вам прочитаю. Так, от Рындина Сергея Анатольевича. По словам Виталия Михайловича, выпуск газет – дело убыточное как таковое. Хотелось бы узнать о судьбе газет, которые печатались в издательстве. Они закрылись или будут работать? Если они продолжат работать, то будут печататься в других типографиях, которым получается это тоже невыгодно. Вопрос лучше адресовать самим газетам, как они будут в этой ситуации выходить. Но по тем отзывам, которые господин Рындин, правильная фамилия-то назвал? Да, да, да. Интересуются. Сегодня на взгляд инфо, к примеру, есть статья, публикуется статья с мнениями редакторов районных газет, где они четко говорят о том, что ситуация, в которую они попали, в настоящий момент приводит к тому, что к удорожанию тех затрат. Им предлагают цены, значительно превышающие цены, по которым они печатались в издательстве слова. И экономика, как выстраивается экономика в других типографиях, я не могу говорить. Возможно, там есть какие-то находки, может быть, менеджерские, может быть, по-иному оптимизирована как-то работа, какое-то оборудование более современное, которое позволяет выполнять два заказа одновременно одной бригадой на разные фальцы машины. Издательство слова, к сожалению, в программу обновления оборудования в свое время не попало, и в настоящий момент обладает только достаточно возрастными машинами. Была какая-то программа по модернизации издательства слова. Насколько я знаю, она приостановлена или закрыта? Что там случилось? Программа модернизации издательства слова в настоящий момент требует... Полиграфический бизнес в принципе, он дорогой, а газетные машины, они дорогие по определению. К примеру, башня, дающая 8 полос 4 плюс 1, средняя стоимость ее в пределах миллиона долларов. А таких башней для модернизации нужно поставить 4, для того, чтобы это было эффективно. Вот можно посчитать, сколько на сегодняшний момент это будет стоить, и заодно попытаться посчитать, когда это окупится. Многие шутят про то, что вот теперь неинтересно, где печатать бюллетени. Бюллетени у вас остаются? Или что будет происходить с бюллетенем? Бюллетени не печатаются на ротационных машинах, на газетных машинах. Бюллетени печатаются на листовом оффсете. А листовой оффсет как был у издательства слова, так и остается. Как были машины, так они и остаются. А по поводу того, что будут они печататься в издательстве слова или не будут, это решение принимает областная избирательная комиссия на основе конкурсов, которые она проводит, и тех требований, которые она будет предъявлять к этому процессу. Если они решат, что в издательстве слова это будет печататься, значит, это будет печататься в издательстве слова. Вот, с бюллетенем и спокойно. Не могу, конечно, не задать этот вопрос, и он, наверное, всех больше всего интересует, сокращение. Цифры разнятся, я так посмотрел по саратовским СМИ, там какие-то неадекватные цифры, 350, 500 человек, вообще на самом деле сколько человек сокращают? На сегодняшний момент, с сокращением газетного производства в издательстве слова сокращается чуть больше 30 человек. Из этих 30 человек две трети люди пенсионного возраста, так как средний возраст персонала в издательстве слова составляет 54 года. И только у нас 8 человек, это люди до пенсионного возраста, с каждым из которых мы будем решать вопрос по трудоустройству. брошенных людей не будет, нарушений законодательства при их увольнении не будет, все люди за два месяца были предупреждены о возможном сокращении, каких-либо досрочных увольнений или увольнений без выплаты выходных пособий, или еще каких-либо нарушений трудового кодекса не будет. Люди будут уволены так, как положено, с выплатой всего, что им причитается. Спасибо. У меня есть еще маленькая такая вот ремарка. В некоторых средствах массовой информации возникал вопрос о социальной ответственности бизнеса и в том числе о социальной ответственности владельца пакета акций издательства издательства слова и для того, чтобы как жест его доброй воли есть инициатива. В издательстве присутствует машина достаточно небольшая ПОК-60, которая позволяет печатать четырехполоски газеты двухцветные. Достаточно на бюджетной основе, так как для обслуживания данной машины требуется всего два человека. и по инициативе владельца консервация данной машины проводиться не будет. В случае необходимости печати повторяю, достаточно бюджетной, потому что многие газеты предпочитают полноцветные, большое количество полос, но вот то, что касается четырех полос формата А3 в два цвета, мы готовы обсуждать с Министерством информации и печати тарифы на печать данных газет и готовы помочь районным газетам тем, кому совсем не в МАГАТО, кто не будет тянуть те тарифы, которые рынок установит на сегодняшний момент, мы готовы печатать по таким бюджетным нормам, по социальным нормам, скажем так, назовем это так. Если данная инициатива будет востребована, мы готовы ее обсуждать. Хотел уже вас отпустить, еще один вопрос пришел от Валентины Петровны. Существовала ли инвестиционная программа развития газокомплекса газетного, видимо, нового собственника и почему она приостановлена? Я уже ответил. Потому что на момент разработки инвестиционной программы стоимость этого пакета составляла порядка 200 миллионов рублей. В связи с изменением курсов валют, в связи с кризисом, удорожание данной программы получилось практически двухкратное. инвестиционной Естественно, в нынешних условиях проводить данную реконструкцию и инвестировать столь значительные деньги, наверное, будет затруднительно, прежде всего, потому что инвестируют с целью получения прибыли. мы не сможем получить прибыль, чтобы вернуть эти деньги инвестору. Даже в течение 12 лет, которые являлись для нас расчетными. спасибо. У нас в гостях был директор издательства Слово Виталий Михайлович Григорьев.